Под гигом, смотрите, там солнце встаёт. Может, пока ветер слабый, попробуем дрон запустить? Нам ещё больше, в половину пути. Ветер начал стухать. Давление упало. Путь не дождю. Мы идём где-то, хоть и зло. Всё, Гену и нету. Иди нам ещё и иди. Не успела я раздеться и речь спать. Двигатель опять глухнет, опять перегрев. Сейчас будем разбираться. Чайник там, чайник греется, да? Ему холодно, Гену. Белл, переодень его в синюю тёплую куртку, пожалуйста. Олег, иди вниз, одевай курточку другую. Так, я смотрела, мы идём где-то, хоть и зло. Пять небольшой. Чайник, я кипел! Ну, выключай. Выключать это умеешь? Так, ты будешь чай, или я хочу себе сделать картошку? Вот. Я хочу себе сделать картошку в стаканчике, я поеду. Ты будешь чай, или что? Ну, будешь, пойдём. Будешь такой? Четверть пусть не прошли. Четверть? Может, даже меньше. Мы попиваем чаёк. Пока что автопилот справляется. Идти нам ещё и идти по бескрайним ладожским просторам. Может, пока ветер слабый, попробуем дрон запустить? Да. Ну, конечно, руки. И возвращаться на руку. Ну, я знаю. Мы теперь считаем, что можно, давай. Давай съёмку, надо включить, чтобы не съёмка. А? Да, не забыли, чтобы не включить съёмку. Да-да-да. Давай чашку. Запустили трон. Вон он. Не знаю, видно или нет. Не путь за нами. Все tutaj. Не забыли, чтобы не попробовать. Ну понял, у нее что, камера не осталась? Меняемся, лови его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, наверное, очень скучно переходить океан, когда на горизонте со всех сторон очень долго ничего нету. Вот кораблик какой-то плывет. И то приятно, что мы здесь не одни. Что кто-то еще здесь ходит. Сейчас пробовали запускать дрон, поснимать. Все хорошо, но ловить его потом очень сложно, потому что у него своя скорость, у нас своя скорость, качка, плюс у дрона датчики не приближаться к разным объектам. А у нас ванки со всех сторон. Долго пытались, долго. Заходи пледик, а. Попроси пледик дать. Дайте, дайте деялку. Кушай. Кушай. Как так? Я сказал, да есть. Ветер начал стухать, мы пытаемся поднабить паруса, чтобы выжать из них максимум, потому что скорость наша начала падать. Дорога предстоит еще дальняя и, по ходу дела, ночная. Так, вообще-то по-хорошему нужно сделать поворот в верстак. Да, попробуем. Поворот в верстак. Куда? В какую сторону? Куда поворачивать? Хорошо, на сколько? Все, поворачиваем? Да, поворачиваем. Не зацепился, а? Не переживал. Так, держим. Катьку. Продолжение следует. 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 Чуть-чуть зажерчала вода. Держи чуть туда. Только надо глянуть, куда пошли. Лавировку тесно сломить, потому что продвигаться мы будем ненамного. Витя пытается узнавать силу ветра. Четыре узла, да? Нет, будет 1 секунду, надо 2. Что, 8? Да. Так, посмотри. Достал. С этим ветром. Попробуем по встрече, кстати. Ну, к спальточку сможет по этому залу по округам идти. Подписывайтесь на мой канал. Попробуем по рукам. Так. Смотрите, пробуем. Мы не совсем туда идем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще булочки есть? Мулачев больше нет. Там выбора не было. Есть хлеб. Печеньки. Печеньки. Хреб с вареньем. Да, это семейное обновление того, что дети поисли. Дело в том, что булочки мы схомячили уже. Но в той пятерочке, в которой мы собрали все, очень маленькие были булочки, которые я взяла чуть-чуть с лимоном. Ну, не самое вкусное, на самом деле. Приготовленного у нас ничего нет. Все нужно готовить. Потому что шелом, когда есть только бомж-пакеты. Простите, лапша быстрого приготовления. Но идем мы уже вверх. Здесь на дороге. Мы идем под парусом. Нам еще больше половины пяти. Будем идти в темное время суток. Стремно. Что делать? Останавливаться с космосом. Будем надеяться, что ночь будет короткой и более-менее светлой. В принципе, в Питере расцветает очень рано. Поэтому надеемся, что не заблудимся. Говорит, нужно про тысячу 41 милю или 9 часов с нашей скоростью. 41 миля, 9 часов с нашей скоростью, да? Угу. Так, сейчас у нас сколько? 7? 8? 8? Что? Время. Время сейчас сколько? 8 часов. 8 часов. 8 часов. Плюс 9 часов. Это откуда? До Свери? До поворота или до самой Свери? До Свери место до самой. Ягодной стоянки. Ягодной стоянки. В 5 утра будем там? Ну, в общем, да. Питере. ходила на нос снимать видео заметила что у нас носовой швартовый воде привязан так несмотря на крен я поставила вариться гречку по-моему многовато воды налила надеюсь не перельется там вы видите как стоит дети сейчас оторвали шторку видите какой крен сами я буду делать гречку с тушенкой хочу морковки добавить ветер совсем стух витя сворачивает паруса и дальше пойдем под мотором мне говорили что на ладоге по ночам что сворачиваем вену не тянет все гену и нету завели мотор видя складывает грот измотеляется извините ребят снимаю с каюты потому что здесь надо смотреть за гречкой душонку открывать идите заставлять порядок навести ужин готов вот так ужинаем я сейчас тоже себе возьму тарелочку кафе у шкипера называется видя измеряет скорость ветра ветер изменился теперь он нам с кормой смотрите вдалеке виднеется маяк по степенно темнеет начинаются сумерки Небо пасмурное. Смотрите, одна метуча, похожая на скорпиона. Иди, готовься ко сну, Олеш. Через зубки, Олеш. Пойду гляну давление, где ожидать ли нам шторма, а то что-то как-то ветер шикваристый налетает. Витя пошел проверить давление. Шикваристый ветер порывистый налетает. Правда, непонятно, каких именно тучки, как вы видите, со всех сторон. Сейчас почти 10 часов вечера. Скоро совсем стемнеет. Давление упало, пусть дождет. Лишь бы не ураганом. Надеюсь, если шторм, то не очень серьезный будет. Борждоза, по крайней мере, шторма не было. Друзья, вдалеке разглядели бегающий знак опасности, в который нужно попадать с севера. Ну, майки будут достаточно далеко, но, по крайней мере, видите, он мерцает. По моим ощущениям, телефон в сумерках более осветляет картинку, потому что, на самом деле, здесь темнее, чем показывает экран на его эфон. не знаю, как видно у вас, но, наверное, качество будет не очень, но, ребята, ночь. Ночь, ночь, ночь. По настоянию супруга надела спас-жилет на время ночной вахты. Вот, видите, на вахтах отражается топовый агент. Здесь уже темно, достаточно темно. Сматриваюсь в горизонт. Жду когда станет совсем темно, но черное. Буду надеяться, что рассветет рано. Хотя все небо затянуто тучами. Ну, что делать? Погода есть погода. Смотрите, появился месяц. Точнее, его очертания сквозь тучи. Все равно приятно. Хоть что-то освещает нам дорогу. Смотрите, там корабль на горизонте. Вон его огоньки мерцают. Окончательно стемнело. Я думаю, вам тоже сейчас ничего не видно. Надеюсь, что слышно. Периодически прилетает боковая волна. Нас очень раскачивают. Мы приобретились. Придомы шутка. И пошли маржа. Не успела я раздеться и речь спать. Двигатель опять глухнет, опять перегрев. Сейчас будем разбираться. В принципе, я не знаю. Машечку. Видите, пытаются разбрасываться в панели. Пошел, пустой. А? Это что значит? Значит, это вытекло. Вытекло. Что, опять тот патрубок? Не знаю. Ты ведешь инструменты, Микки? Нет. Нет яйца. Это не может. Не помнился. Вот, в горячке. Но, есть они уyah59, которые любили над Matsки. Смотри, чуть-чуть посмотри, оно улетит. Прямо заметно, да? Прямо заметно, что у нас будет хорошая история. Короче, мы будем идти к твоему, потому что мы с постоянной стоянки не смогли. Ну что, всем доброе утро. Я вернулась с отдыха, правда, нифига не отдохнувший. Я старалась себя заставлять. Здесь уже, как вы видите, мы идем вдоль берега по узкому фарватеру. Смотрите, какой узкий, как близко расположен. И не одни. Здесь много судов. Вот такая розовая заря у нас. Сейчас начало четвертого утра. С обеих сторон этот фарватер окружают мель. Берег уже, как вы видите, совсем рядом. Нас обогнала баржа. Мы идем за ней. Меня немного попаяло. Мы идем вчера не в порядке. Вот здесь занимался с момента тревога тревога. Чтобы не насиловать движок, Петя шел под парусом. А я не могла заснуть, потому что все время переживала, что люди выкинуть на волне за борт. Волна была сильная, а в каюке звук от поворачивающихся реветок и хлопающего паруса просто в десятки раз громче. Мне кажется, что просто на вас тут рушится небо. Поэтому я не могла нарвать паспорт. Ну, в принципе, отдохнула, согрелась. Утро, если честно, ветер теплый. Вот он обдувает лицо, но не холодный. Это радует. Потому что вообще обещали похолодание градуса до 13. А нам, естественно, пускай плотно. А красный путь я горит. А здесь мы подошли к острову. Здесь везде мелко. Удивительно, что такое гемель выходит на берег. Мы тут разлетели вешку. Видите, палочка такая. Вертикальная. Из ватный арчик качается на волнах. Тоже обозначает в каком-то мере или коряк, или камень. Хорошо, что он не на фаруаторе, по которому мы идем. Приближаемся к следующей паре путьов. Здесь горит и красный огонек, и белый огонек. Все как надо, все исправно. Там дальше, видите, сука, заворачивает. Там поворот фарматора. И дождь не поворачивает. Смотрите, здесь тоже вешка у нас беленькая такая. Видимо, что... С витчаником у меня расширились. И с саши-информатором между... Уьяном. Красиво здесь, очень красиво. А там еще за ними, смотрите, что лежит на той стороне. Где-то мошенец. Вертикальная. 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 Баржа уже совсем скрылась за поворотом. Движок у нее помощнее нашего. Там длина побольше. А? Там длина побольше. Ну да. Витя говорит про длину, потому что чем длиннее судно, тем больше скорость. Я правильно понимаю? Просто вот, 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 не все, потому что знаем, только как мы все сталкивались. Продержаемся к очередной паре хуёб. Очень здесь живописненько. Приятненько. И мне нравится, что четко все обозначено Буями. Я люблю, когда понятно. Дайки. Потому что во многих местах Буи есть только на Риоликсе. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Без подобных. Мне кажется, очень нравится. Не зря мы шли сюда. Поворотные крылья. Смотрите, за Буями все прям вешками вставлено. Я сначала подумала, что это вешки, потом решила, что не может быть только это камышковые. Нет, ребята, это все-таки вешки. Они даже раскрашены в загрязке. То есть там вода, как ежик. Смотрите. Полки. Это баржа идет к нам встречным курсом. Сухогруз везет сюда. Судя по всему уголь. Небо себе. Здесь недалеко. После ухода усмени. Отлично. Я как пристаян. Мы рассчитываем остановиться на НИК. Солнце все никак не осилит эту ручку, никак из нее небо и ползет. Вода зеркальная, смотрите какая. Небо отражается. Не могу я не снимать, это просто. Витя полез проверить, сколько воды осталось в системе охлаждения, потому что сейчас, когда мы поняли, что она куда-то утекает, нам надо контролировать. Держится пока, да? Слушай, а не могло бы такое, что ты ее забыл залить после ремонта. Да не, я заливал. Мы шли до этого, начну в 5, все было нормально, даже больше. Ты пока я спал, ты даже не обращал внимания. Да. Я пришел, посмотрел, что что-то происходит. Дальше разбираться. Смотрите, смотрите, смотрите. Под гигом, смотрите, там солнце встает. Красавчик. Смотрите, ребят, это... Смотреть, что такое. Без всякий спонватор. Но рассвет хоть так-то я вам покажу. Все добрались. Красота. А здесь, смотрите, на берегу расположены створы. А вон там дальше. Смотрите, смотрите, здесь есть корабль. Там есть передача у якорной остальянки. В общем-то, мы там ходили. Так, смотрите, там сед Pengурина. Погоди сюда, да. Мне кажется, переводим. На берегу. И заполнение. В общем-то, это очень страшно. Моладоги Моладоги Достаточно Приличном расстоянии Расходились Так как там Очень широкий Моладоги Не видели что Моладоги Видя Видя Салават 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 Недолго осталось Ну да Куда Моладоги Поселок искать Да нет Тебе надо отдохнуть Чуть-чуть хотя бы Я предлагаю Остановиться на якорной Отдохнуть А потом пойти Докуда дойдем Моладоги 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 Ткаль Трек Отдохн Моладоги Комоладога Моладоги Чем Зат 1994 Моладоги где-то здесь должна быть первая такая стоянка но она нам не подходит потому что как указано на веониксе а а если мы могли по новоладожскому потом он стал новосвинске после реки и вышли бы здесь понятно вот видите как обозначен вход в этот канал кто будет идти из москвы в питер и решить пойти по каналам вот здесь между вот этим белым и вот этим красным я как у нас заимствованный как вы наверное помните мы с вами утопили этот нам дал владимир из кошкинского фарватра огромное спасибо но на нем мы еще не стояли я пытается понять держит ли не держит ну что держит а что же я знаю что по идее когда это самое я тянул якорь и лодка вперед шла мы встали на якорь в очень красочном месте причем вместе отведенном для якорной стоянки сейчас убедимся что нас не тащит и пойдем отдыхать и и и и и и